Растений, цветущих в предзимний период, не так уж и много. Осенний сад чаще всего ассоциируют с хризантемами, а в лучшем случае с майорами или георгинами. Но немногие знают о таком прекрасном растении, как цветок фиолани, которая отличается интересной формой. Кроме того, фиолани очень неприхотлив и радует глаз своим цветением до начала заморозков. Цветок фиолани. Описание фиолани – травянистый многолетний цветок, принадлежащий к семейству Наричниковых. Родина растения – Северная Америка. Своему названию цветок обязан древнегреческой нимфе фиолани растение достигает высоту до одного метра. Окрас лепестков у фиолани белый либо розовый. Но есть виды имеющие малиновые, сиреневые либо пурпурные лепестки. Цветок не распускается до конца, поэтому он похож на рыбу, змею либо черепаху с приоткрытым ртом. Поэтому в народе растения называют ракушечник, рыбий рот, змеоголов. Фиолани цветет осенью. Раскрытие бутонов происходит постепенно снизу вверх. Цветение длится до поздней осени хиолани. Посадка и уход змеиный цветок достаточно неприхотлив и может приспособиться к любым условиям. Поэтому выращивание хиолани в открытом грунте вполне возможно. Растение предпочитает глинистую увлажненную, свежую и удобренную почву. Также цветку необходим дренаж. Чтобы получить многолетние цветы для сада, в горшки нужно высадить рассаду, и оставить ее в помещении на два месяца при температуре 15 градусов. Сад фиолани лучше перемещать осенью либо в начале весны. Перед высадкой на приусадебный участок рассаду рекомендуется обработать. Далее растение надо осмотреть и убрать больные или поврежденные части. Затем можно поместить цветок в стимулятор роста. Перед посадкой рассады в ямку рекомендуется добавить органические удобрения. После хиола не следует обильно полить, а грунт замульчировать компостом. Змея голов хорошо себя чувствует на солнце, в прохладном месте с увлажненным воздухом. Лучше его высаживать на затемненных участках рядом с водоемами. Молодые растения необходимо часто окучивать, удалять сорняки. Хиола не требует обильного полива в жару. Укрывать осенние многолетники на зиму не стоит. Но лучше замульчировать змея голов листьями или компостом. Весной хиола не рекомендуется подкармливать органическими составами. А минеральные составы используют до цветения растения. Размножение цветок хиолани размножается тремя способами. Это семена, деления и черенки. Размножение хиолани семенами очень простое. Семена высеивают в открытый грунт осенью либо весной, для рассады. Цветы, высаженные таким способом, зацветают примерно через два года. Деление осуществляется весной раз в двух или три года. С этой целью куст выкапывают, а затем разделяют на части. Срезы обрабатываются обычным углем. Полученные саженцы рассаживают по лункам и обильно поливают. Для размножения хиолани черенками берут боковые либо верхние побеги. Черешки лучше подготавливать в весенне-летний период. Их укореняют в темном месте под пленкой в разрыхленной почве. Через 30 дней у черенков сформируется корневая система. Осенью растения высаживают в сад.